Ребята, всем привет! Включение из мастерской. Атмосфера тут у меня, ребята, прикольная. Греюсь я у кастрика. Сегодня прохладно, а там у меня такое волшебство происходит. Кайф! Вчера догазировал силикон и случился у меня тут небольшой апокалипсис. Но в чем прелесть работы с силиконом? На следующий день его можно очень легко убрать, он практически ни к чему не прилипает. Особенно к резине. У меня, кстати, на эту резину проливалась эпоксидка и также она, в принципе, легко снялась. Конечно, чуть потяжелее, нежели силикон, но все равно все очистилось. Все снимается, даже очень-очень тонкая. Можно просто скатать ее и все. Небольшая проблемка у меня возникла, но, в принципе, не только у меня, а у всех, кто обитает в нашем гаражном кооперативе. Значит, пропала у нас одна фаза. Какая-то авария случилась, где-то что-то в гаражах перемкнуло и у нас на одной фазе напряжение 60-80 вольт, что очень критично, особенно для работы моих станочков. Ни один станок не запускается, ни токарный, ни циркулярный станок. Так что пришлось в кратчайшие сроки решать эту проблему. Я приобрел вот такой частотный преобразователь. Трехфазный на 4 киловатта. Подключил токарный станок и все уже работает. Сейчас померяем межфазное напряжение и покажу вам все. А также покажу, как подключил. На этом токарном станке три двигателя, один основной двигатель, который передает вращающий момент на патрон, также отдельный двигатель на смазочную систему, на масло и отдельный двигатель-насос. Мне пришлось на свой страх и риск на один частотный преобразователь подключить сразу два двигателя, основной и двигатель масляного насоса. И все у меня работает. Многие в интернете задаются вопросом, можно ли так делать? Я сделал, ребята, на свой страх и риск, у меня другого выхода нет. Покупать второй частотный преобразователь для меня сейчас это невозможно по деньгам. Так что вышел из положения так. Итак, сейчас померяю напряжение. Покажу вам, какой кардабалет у нас здесь творится. Сначала померяю напряжение на каждой фазе. На одной 173 вольта. Вот это нормальная фаза. 222 вольта и вот она третья, 16 вольт здесь всего лишь. Теперь межфазное напряжение. Здесь 355, между этими фазами 190 и между этими 213, то есть видите, друзья, ну так работать вообще невозможно. Это полный непорядок, абсолютный какой-то кардабалет. С этим напряжением у нас просто беда. И вот мой спаситель, частотный преобразователь на 4 киловатта трехфазный. Очень хорошая штука. Вы видели, какое напряжение и даже такое входное напряжение он преобразует в нормальное и возможно работать, запускать станочек, что-то делать. Здесь, как видно из схемы, вообще три двигателя в станке. Один основной, один сош и один масляный насос. И мне пришлось на свой страх и риск подключить сразу. Откинул клеммы, которые идут на магнитные пускатели и подключил двигатели напрямую. Вот провод от частотного преобразователя. Он заходит на клеммы основного двигателя, а потом вот этой перемычкой просто идет на двигатель масляного насоса. И также управление для удобного запуска я подключил концевики. От этого рычага вот они, три провода. Если смотреть по схеме, вот они два концевых выключателя. Один у них общий провод 11 и вот отходит 13 и 17 провод. Общий провод 11 я подключил на контакт GND. Это земля. Два остальных я подключил вот к этим двум контактам. РЭФ и ФВД, то есть вперед-назад. В комплекте шла вот такая простая инструкция, здесь таблица со всеми настройками для программирования. Программируется очень легко. Сейчас, например, запрограммируем время ускорения, допустим, поставим секунд 20. Сейчас стоит 2 секунды. Увеличиваем до 20 секунд. Сейчас попробуем включить. Должен запускаться 20 секунд. Пошел потихонечку. Сейчас пойдет масло. Все работает. Здесь куча настроек. Ускорение, торможение совсем я еще не разобрался, но основные настройки я уже сделал. Возвращаю показатели обратно. У меня стоит запуск и остановка за 2 секунды. Запоминаем. Есть. Также можно менять чистоту. Он позволяет до 400 герц. Сейчас стоит максималка 50 герц. И вот я плавненько снижаю частоту. И двигатель замедляется. И двигатель замедляется. Вот такие дела, ребята. Не знаю, что бы я делал без этой коробочки. Нужно еще установить переключатель, чтобы можно было запитать циркулярный станок. Чтобы можно было переключаться, если надо работать на токарном или на циркулярном. Пока у нас не нормализуется напряжение и не починят три фазы. Ребята, как и обещал, буду потихоньку заниматься восстановлением станка. По мере возможности в свободное от основных дел, от основной работы время. Сейчас займусь резцедержкой. Это одна из основных деталей станка, которая очень сильно влияет на качество работы. Мне нужно отфрезеровать вот эту часть, куда ставится и прижимается плоскость резца. Здесь она имеет такую выпуклую форму. Имеет уже выработку, так что ее нужно сейчас отфрезеровать. Благо у хорошего человека есть фрезерный станок, и он мне обещал помочь с этим делом. Так что пьем кофе и занимаемся важным делом. Попробую вам показать ровным. Видите, прижимаю с одного края, а с другого края резец будет подвешен в воздухе. Либо надо очень сильно придавливать, но все равно вряд ли он согнется. И из-за этого здесь со временем, из-за такой дикой затяжки, слизалась вся резьба. Тут где-то она хватает на виток, а где-то вообще винты прокручиваются, невозможно затянуть. Плюс они все разные. Нужно перенарезать здесь резьбу и поставить нормальные болты. Попробую. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Идет процесс? Идет. Когда финиш? Осталась 1 четвертая и еще одна часть. 500 тысяч льв под водой. Вот что получилось, ребята. Здесь получается теперь идеальная плоскость со всех сторон. Под резец никаких бугров, никаких провалов, как было. Все, восстановили эту часть. Также прошел все резьбы. Все болты были слизаны абсолютно, некоторые даже не выкручивались. Так что они идут на выброс. Пока сегодня воспользуюсь вот этими двумя, чтобы попробовать поточить, немножко потренироваться. А завтра поеду в магазин, крепеж и выберу нормальные новые болты, какие-нибудь каленые. Друзья, купил обратные кулачки на свой 160 патрон. Это с разных патронов. Видно по полкам, что это разнобой небольшой. Ничего, я думаю, мы это все дело проточим, восстановим. Тем более, что они мне достались очень-очень дешево. Были одни оригинальные на рынке за полторы тысячи, но ими такое ощущение забивали гвозди или что-то ровняли. По сравнению с этими, те вообще были в ужасном состоянии. Вставляем кулачки в патрон. Кто не знает, как определить последовательность, то есть первый, второй, третий кулачок, определяем по верхнему расстоянию до спиральной резьбы. То есть здесь в первом совсем маленький промежуток, во втором увеличенный и в третьем уже самый большой. Все очень просто на самом деле. В патроне идет спиральная резьба и для того, чтобы кулачки одновременно очень точно сходились в центре, сделано вот это смещение постепенное. Показываю вам заход резьбы. Начало, видите? Убираем немножко, вставляем первый кулачок. На патроне должно быть помечено место, откуда мы начинаем вставлять, чтобы все время вставлять в одно и то же место первый кулачок и так далее. Надо еще зачистить кулачки от вековой грязи. Вот так намного лучше. Теперь нужно в местах, где есть заусенцы и замятия, маленьким напильником немного все это дело исправить. Обязательно. Чтобы не повредить внутреннюю спиральную резьбу на патроне. Вот место очень заплющенное. Металл выпирает сюда уже во внутреннюю часть, где ходит резьба патрона. Надо дело убрать. Готово. Можно ставить на место. Теперь моя задача расточить полочки, чтобы все полки и все поверхности были в одной плоскости. пока хватает только одну полку. Вот эту. До этих еще далековато. В таком режиме надо выровнять все плоскости. Вот эти внутренние все аккуратно. после восстановления обратных кулачков у меня появилась возможность обрабатывать детали большого диаметра. Спасибо, что смотрите меня друзья. Если видео было полезно поддержите лайком. Всем пока. До скорых встреч.